МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гигантский факел, горящий высоко в небе. Звучит красиво и выглядит романтично, но только на первый взгляд. Ведь так сжигают попутный нефтяной газ, смесь углеводородов, которая выделяется при добыче нефти и перегонке. Подобные факелы выбрасывают в атмосферу огромное количество парниковых газов. И наша страна, увы, здесь одна из лидеров по объемам. Ущерб для экологии, без сомнения, но и для экономики тоже вред. Попутного газа в России ежегодно сжигают столько, что хватило бы обеспечить энергией всю Москву. Это если глобально. А для отдельно взятой компании сжигания газа дополнительные расходы. Без какой-либо выгоды. Но есть способ убить сразу двух зайцев. Как минимум. Во всем мире он называется GTL. Газ-ту-ликвид. Дословно, газ в жидкость. Перевоз газа в жидкое топливо. Процесс происходит в три этапа. Сначала из попутного газа получают синтез газ, соединяя кислород с углеродом. Его превращают в синтетическую нефть. И, наконец, финальная очистка. Продукция на выходе. Вот она. 3% жиженые газы, 7% парафины, 25% нафта, сырье популярное в нефтехимической промышленности, и еще 65% дизельное топливо. Во всем мире на рассмотрение сейчас больше полусотни таких проектов. Их общая расчетная мощность достигает 2 миллионов баррелей в сутки. В год все эти заводы могли бы перерабатывать 166 миллиардов кубометра газа. Но на самом деле работают максимум 4 крупных производства. В России нефтяной и газовой житницы ни одного. Пока были только заявления. Пионером в этой области выступает Роснефть. Причем обходится без кальки зарубежных проектов. Собственная гордость. Недавно приобретенный Центр исследований и разработок. У него патенты и ноу-хау как раз по этой теме. Первая GTL-установка должна заработать уже к 2016 году на Новокуйбышевском НПЗ. Это Самарская область. Ну что ж, а сейчас все подробности мы спросим у гостя в нашей студии Сергея Алхимова, гендиректора Объединенного Центра исследований и разработок компании Роснефть. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хочется спросить у вас о масштабах этого проекта. Масштабы этого проекта можно будет определить после строительства опытно-промышленной установки, отработки ей в опытно-промышленном режиме на протяжении приблизительно года. После этого компания примет решение о строительстве последующих мощностей. У нее для этого уже будут все необходимые как экономические данные, так и проектная документация для установок большей мощности. Ну, итоговый продукт, как я понимаю, перед нами, да? Это вот эти образцы. Что это из себя представляет? Это не совсем итоговый продукт. Это синтетические углеводороды. Вот в просторечии вот этот называется синтетической нефтью, а это парафинами. На самом деле это очень чистая нефть, которая не содержит серы, не содержит ароматики, многих других примесей, которые содержатся в натуральной нефти. И горючее, которое из нее получается, обладает целым рядом замечательных качеств. Мы обычно говорим, что топливо будет соответствовать требованиям несуществующего сейчас стандарта Евро-6, и даже превосходить их по многим показателям. Вот у меня в руках заключение Центрального института авиационного моторстроения, которое независимым образом испытывало топливо, полученное из синтетических твердых углеводородов. И они нам сообщают, что мы попали во все до единого характеристики существующих ТО и ГОСТов. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам и рассказали. Кроме утилизации попутного газа, Роснефть есть и другое широкое поле для применения технологии GTL. Собственная газовая программа. К 2020 году компания планирует потеснить главного конкурента «Газпром», увеличив добычу в 2,5 раза до 100 млрд кубометров в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова